Бисмиллахи ррахмана ррахим. Аль-Хамду лиллах. Ва салату ва саламу аля Расулли Ллах. Ва аля алихи асхаби и ажмайин на ма баад. Продолжим морфологический разбор Суры Аль-Фатиха, открывающая Аль-Хамду лиллахи Раббилля Алимин. Ахвала Аллаху Господу миру. Аль-Хамду это исман аля возни фаалин. Имя по модели фаалин. Мастер имя действия от глагольное имя. Мин Хамидайя Ахмада образован от глагола Хамидайя Ахмаду Хамдан. Аль-Хамд это исман ассулла ассиин муджарадун сахихун сарм. Трехбуковное имя. Переобразные формы. Здоровое. Правильное имя. Так как оно свободно от трех причин. От слабых букв. Алифу ауя. От хамзы. И от тадайфа. Однородность айна и лама. То есть второй и третий корневых букв. Аль-Хамду лиллахи. Лиллахи. Аль-Лама это харф. Прилог. А значит не будет здесь рассматриваться. Так как наука царф не рассматривает подобные слова с неизменяемым окончанием. Аллах. Мы уже поговорили про Исмин Джалаля. Про это имя величие. Имя Аллах. Поэтому не будем повторять сказанное в первом уроке. Раббиль ааламина. Рабб это исман аалавозни фаалин. Имя по модели фаалин. Аль-Рабб это имма мастерн фил ассли во имма сифатин мушаббатун. Рабб это имя. Это или мастер. Имя действия. От глагольное имя в основе. Или же это прилагательно уподобленное имя действователя. По модели фаалин. От глагола Рабба. Раббаху яруббаху. И ма'на Рабба. Со значением воспитывать. Доводить до совершенства. То есть Раб в значении мураббин. Фаинкайна мастерн фальвасфи биги лил мубалавт. Если мы скажем, что это мастер в основе. То есть имя действия. От глагольное имя. То в этом случае описание им преследует цель усиления смысла. Преувеличение. Как говорят арабы, например, Зейдун Адлун. Зейд справедливый. Дословно Зейд справедливость. То есть в значении Зейдун Адл. То есть вместо формы Исмуфаал ими действователи использован мастер. Ими действуем. Дабы усилить мысли. И указать на то, что Зейд достиг пределов в справедливости. Как будто он ходячая справедливость. То же самое и, например, Зейдун Сауман. Дословно Зейд пост. То есть Зейдун Саиман. Часто или много постящийся. А если же мы скажем, что раб – это суфат аль-мушаббатун, предлагательный уподобленный имени действователя. То в этом случае, так же как мы сказали про слово Рахман в предыдущем аяте или на предыдущем уроке, мы скажем здесь, что подобные не часто бывают в формах предлагательного уподобленного имени действователя. То есть, несмотря на то, что глаголы рабба и руббу не мутааддин являются переходным, а подобные прилагательные образуются только от непереходного глагола Так, подобные формы предлагательного образуются от глаголов по роду не так часто. Значит, рабба – это имя по модели фаалин. То есть, в основе было раббун с суконом первой из двух букв ба и огласу ко второй ба, что приводит к обязательности слияния их в одну двойную букву. То есть, аль-идгам. Аль-аул минал-мутыджан сейни саакинун ва-сайни мутахаррикун мима ю-адди и ла-уджуб лидгами. И ла-уджуб лидгами тоже. Значит, рабб – это Исман-сул-а-сир муджарадун сахихун гайру салимин. Это трехбуквенное имя первообразной формы. То есть, без добавления. Здоровое имя. То есть, свободно от слабых букв али-фу-ау-я. Но неправильно, так как это мудуав. Ива айн-элам. Ива вторая и третья корневая буквы являются однородными. Следующее слово – это Аль-а-алмин. Аль-а-алмин – это джамм. Множественное число. Или Исм джамм, как некоторые говорят. Имя, обозначающее множественное число, но не являясь таковым. Исман мульхакун биджамм аль-музаккари салимин. Имя, уподобленное целому множественному числу мужского рода. То есть, присоединенное к нам. Так как не соответствует условиям для этого. В синтаксическом разборе этого айта мы поговорили об этом. Аль-аалм, чьим множественным числом по одной из версий является множественным числом. Аль-а-алмин. Образованно или же миналь-илми, ау миналь-алама. Или от слова «илм», то есть знание, или же от слова «аламатан», признак. Так как «алам», то есть «аль-мавжудата валь-халайку», создание Аллаха, является «аламатан аль-халик», признаком, указывающим на Создателя Творца, и приводит к познанию его. Аль-аалмин. Аль-а-алавозни фа'аль, по модели фа'аль. Исмун. Суллафин. Мазидун. Бихарфин. Трех букв на имя с добавлением одной буквы. Буквы алиф между айном и ламом. Следующий айт. Аль-рахман и ррахим. Эти два слова мы уже разбирали, проведя морфологический разбор басмали. Бисмиллах. Рахман и ррахим. Следующий айт. Малик. Яумиддин. Уластителю Дня Воздаянин. Малик. Это исму фа'аль. Имя действователя. Причастие действительного залога. Малик. Ямлико. От переходного глагола. Малик. Малик. Это исмун. Суллафин. Мазидун. Фи. Харфун. Трех буквы на имя с добавлением одной буквы. Буква алифа между айном и ламом. Между второй и третьей коренными буквами. Малик. Образовано. Взяты от корня. Мильк. От корня. Милькун. Сказра первой буквы. А Малик. Образовано. Мил мульки бидлом. От корня мулькун. С дломой первой буквы. Дальше. Яуми. Яуми это исмун. Аля возни фа'аль. Имя по модели фа'аль. Яуми это исмун. Суллафин. Муджарудун. Гайру сахихин. Гайру салимин. Это трех буквы на имя без добавления. То есть первообразной формы. Нездоровое имя. Неправильное имя. Так как. Фа уху ва инху. Его первая и вторая коренные буквы являются. Харфа Иллатын. Слабыми буквами. Двумя слабые буквы. Я и Вау. Дальше. Аддин. Дин это исмун. Аля возни фа'аль. Имя по модели фа'аль. Мастером фил осли. Имя действие. От глагольное имя. Изначально. От глагола. Дана едино. То есть джаза. Воздавать. Возмещать. Дин это исмун. Трехбуквенное имя. Без добавления. Нездоровое. Неправильное имя. Почему? Изы айнуху. Изы айнуху. Харф айлит. Так как его айнуху. Его вторая корневая буква является. Слабой буквой. Аллаху айлам. Амин взвали. 25 лет 兩ет. Продолжение следует...